Сегодня в Теремке кроме рабочих никого не встретишь, дошкольное учреждение капитально ремонтируют. Этого события воспитатели и воспитанники ждали более 30 лет. И вот обновление Теремка на финишной прямой. Замечаний как таковых принципиальных нету, все делают в соответствии с проектной документацией. Планируем, что этот сайт и закончат ремонтные работы уже к концу февраля, это подтверждается и контрактными сроками. В марте уже будем заниматься лицензированием, прохождением всех необходимых процедур с Роспотребнадзором, Центром гигиены. И думаю, что в марте месяце уже дети вернутся в свои родные стены. Ну а пока к ремонтным работам. Рабочие заменили полы и потолки, утеплили стены, а самое главное – обновили систему отопления и внутренних коммуникаций. Сегодня на объекте трудится 13 человек. Стараются на совесть, знают для кого. Возвращение в детский сад ждут чуть более сотни воспитанников. На данный момент выполняют работы подготовка лесничных маршей, входных групп, ранговка внутренних помещений, отделка санузлов, приклеивание плиток. В настоящий момент из стройматериалов, скажем так, все есть материалы, кроме навесного оборудования. У нас ожидаем поставку подъемника вертикального для инвалидов, двери, линолеум. Капремонт начался в сентябре прошлого года. Уже проделана колоссальная работа. Сейчас дело за малым. Всего на реконструкцию потратили около 50 миллионов рублей. Дело в том, что по своему физическому состоянию здание довольно-таки в хорошем состоянии, потому что мы постоянно контролируем его. И пока я считаю, что о сносе его говорить еще рано, потому что детям в нем комфортно, уютно, а тем более после капитального ремонта там будет ничем не хуже, чем в капитальном здании. Несмотря на то, что здание деревянное, мы применили те технологии, которые в случае, если будут какие-то температурные колебания, здание может немножко играть, что уже на стенах трещин, конечно, не будет. Поэтому новый хороший полноценный ремонт, конечно, обеспечит соответствующее качество образования наших дошколят именно в этом детском садике. В списке внешних изменений – замена уличного освещения, ремонт кровли и крылец, новый фасад и обновленная прилегающая территория. Здесь на радость детворе появятся новые беседки и современные игровые комплексы. Елена Канина, Денис Гимб, Илья Квасов. Новости Губкинского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова